Привет, мои хорошие! С вами Селена Свей, и сегодня я хочу снять для вас видео мой гардероб на зиму, мои куртки зимние, что я буду носить зимой, и вообще, что у меня есть, что я ношу, а что я не ношу, и не знаю, по какой причине. И, кстати, комментарии я оставлю открытыми. Мне интересно ваше мнение, мне интересно будет знать, что вам понравилось, мне интересно знать, что мне больше идёт. В общем, может быть, какие-то идеи вам подкину, может быть, что-то у вас есть, буду говорить, где что купила, если вспомню, скажу цены. В общем-то, поехали! Первое, с чего я хочу начать, это со своей шубы. Да, у меня есть шуба, и я её одевала вообще просто несколько раз. Вот в Ростове я её конкретно одевала, только, я не знаю, по пальцам посчитать, раз, два, три, я не знаю, почему-то мне кажется, что она какая-то некомфортная, что ли, для меня. Ну, в плане с ребёнком, да, что она требует какого-то прям выхода в свет, нужно как-то каблук одеть, там, платье какое-то, а с ребёнком, как вы знаете, это всегда неудобно. Но у меня есть шуба, она у меня норковая, серая, мне кажется, что блондинкам очень хорошо этот серый цвет. Выполнена она не полностью кусковая, она сделана из таких, как бы, кусочков, ну, не кусочков, да, кусочков, вот таких вот. И между ними кожа, очень какая-то красивая, интересная кожа, вот такая. Я не покажу, сейчас у меня фокус установлен на определённое место. Её хорошая длина, закрывает попу, она действительно очень тёплая, и, на самом деле, я решила, что надо вот в этом сезоне её обязательно поносить. Вот, сейчас я покажу, как она смотрится. Я её очень люблю, я покупала её в Москве, уже не помню, честно говоря, за сколько, она была такая одна, и я ничего похожего даже не находила нигде. Вот, я когда её увидела, я, на самом деле, влюбилась в неё, и сначала, конечно же, походила, повыбирала всё. Единственное, что мне здесь не нравится, пуговица вот эта, которая, я хочу её как-нибудь красиво сделать, либо закрасить, либо как-то обшить, либо вообще новую какую-то крутую пуговицу. Пуговица должна быть крутая. В общем, вот такая вот шуба. Здесь подкладка, в общем-то, не знаю, что ещё сказать о шубе, надо просто на неё посмотреть. Следующее, о чём я могу сказать, это мои куртки. У меня очень много курток, дешёвые, средние. Давайте начну с парочки недорогих курток, которые вы не так часто видели у меня, потому что я их не так часто ношу. Первая куртка, которая мне понравилась, во-первых, я люблю серые, чёрные цвета, белые, ну, то есть какие-то классические цвета, которые можно надеть под всё. Первая куртка мне понравилась своим дизайном, она меня очень покорила своим безумно огромным капюшоном. Это смотрится очень стильно и круто. Тёмно-серый цвет, очень интересная моделька, то есть она как бы приталенная и немного такая идёт трапеция к низу. Здесь нет никаких замков, здесь только клёпочки, но и всё, в принципе, капюшон. Этот капюшон меня покорил. Продолжение следует... Я брала эту куртку в Нью-Йоркере, она была недорогая, но, честно говоря, точную цену я её не помню. В основном я ношу её, ну, не зимой, но хотя зимой можно одеть. Если одеть под неё тёпленький свитер, то, в принципе, зимой, тем более я на машине, вообще отлично. То есть это под настроение. Когда я хочу сильно выглядеть, то я её одеваю. В общем, или если она первая под руку попадётся. Вторая куртка тоже купленная в Нью-Йоркере. Она меня покорила тем, что она двусторонняя. Я очень хочу себе двустороннюю куртку, чтобы она вообще была в разных стилях и абсолютно кардинально в разных цветах. То есть образ полностью, чтобы менялся. Эта куртка не кардинально в разных цветах. Она, с одной стороны, знаете, как против дождя, я думаю, такая более атласная, а с другой стороны она тканевая. Ну, серый цвет и там, и там присутствует. То есть вот видите, она здесь вот такая, здесь вот такая. Немножко меняется дизайн, чуть-чуть. То есть какие-то заклёпки видны на одной стороне, на другой стороне не видны. Капюшончик здесь отстёгивается, что очень хорошо. И ещё она очень тёплая, что добавляет ещё более ценности этой куртке. Она тоже стоит недорого, тоже её покупала в Нью-Йоркере и тоже уже не помню за сколько. Но вы знаете, что в Нью-Йоркере в принципе недорогие цены. Но сейчас, наверное, их уже нету, потому что я покупала, наверное, два года назад. То есть это коллекция такая. Здесь есть карманы, что хорошо. Так, капюшон отстёгивается, я сказала. Что здесь? Можно затянуть талию, чтобы она была более приталенная. Красиво подчёркивал силуэт. И здесь закрывается попа. Я всегда выбираю куртки, которые закрывают попу. У меня единственная куртка есть, которая не закрывает попу. И я вам её тоже покажу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну и раз мы начали, заговорили о куртках, которые не прикрывают попу, то я вам покажу куртку, которая у меня появилась не так давно. Ой, ну как не так давно? Всё относительно, конечно, в нашем мире. Она в прошлый или позапрошлый Новый год. В Беларуси, когда я была, мне подарили её на Новый год. Куртка фирмы. Я не знаю, как правильно читается. Наверное, Gianmarco Venturi. Кто-то знает, итальянская фирма. Выполнена очень качественно. У неё, интересно, знаете что? У неё очень много карманов. То есть у неё карман вот такой горизонтальный. У неё карман вертикальный раз. Между горизонтальным и вертикальным здесь два. Всё это исполнено с двух сторон. Интересный такой крой, интересный рисунок. То есть ей здесь ромбовидный, прямой. Она не промокает под дождём. И у неё ещё есть воротник. Воротник пристёгивается на змейку. Такой утёплённый. На змейку и на воротнике на пуговичке. Застёгивается. Я вам покажу в двух вариантах. Её с воротником и без воротника. То есть если будет холодно, шея, например, мы взяли и одели воротничок. И более тепло становится. Если нам нужен более лёгкий вариант, мы отстегнули и всё супер-пупер. Дальше у меня есть куртка белая. Точнее, это не куртка, это костюм. Это не куртка, это штаны. Нет, это костюм. Это и куртка, и брюки. То есть это исполнено в костюме. Это непродуваемая, непромыкаемая вещь. И я её специально брала для того, чтобы гулять со своим малышом. Чтобы я могла одеть. И мне было супер-пупер тепло, комфортно. И ничего не сковывало моё движение. Я могла бы с ним валяться в сугробах. И, в общем, прекрасно проводить время. Так как у меня всё серое, тёмное, тёмно-синее, то у меня зелёное, чёрное. Я решила взять белое. И, значит, вот такая белая куртка. Здесь тоже карманы по бокам, карманы внутри. То есть, вообще, это, мне кажется, для сноубордистов. Я что-то вот такое брала. Это фирма Термит. Что-то 3000-3000. Размер S. 3000-3000. Я не помню, что это значит. Капюшончик есть. Капюшон не отстёгивается. Здесь по бокам есть такие змейки, которые, если вдруг сильно жарко и нужно проветриться, мы их открываем. И здесь сеточка, благодаря которой идёт вентиляция. То есть, представляете, это настолько непродуваемая вещь, да? Но это и хорошо, потому что в ветер её отлично носить. То есть, она белая, исполнена вот в таких вот фиолетовых акцентиках. А брюки фиолетовые. Вот такие вот. И они прям до талии. То есть, в них вообще мы не замёрзнем. Всё везде утеплено. Они вообще какие-то двойные. Там внутри как будто меха. Точно так же здесь где-то есть вентиляция. Внутри резиночка вот такая вот. То есть, прорезиненные ещё двойное дно, как говорится, да? Так, здесь тоже я видела вентиляцию, по-моему. Да. Вот она, вентиляция. Или это карманы? Или это вентиляция? Карманы. Короче, вентиляции тут нет. Будем преть от жары. Здесь можно регулировать талию. Это тоже фирма Терми. Да? Всё то же самое. И в сочетании оно очень хорошо смотрится. Очень тепло. Ну, посмотрите, как на мне сидит. Мне кажется, у меня цвета очень идут. Субтитры сделал DimaTorzok Следующая куртка будет, которую вы все хорошо знаете и помните, потому что я реально её протаскала уже, не знаю, несколько сезонов. Я её обожаю, потому что она, во-первых, неприхотливый цвет. Это вот она, курточка Louis Vuitton. Вот такая всё. Конечно, это не оригинал. Я заказывала её где-то в шоуруме. Она стоила где-то 5 тысяч. Я её покупала. А вообще, на Алиэкспресс был магазин. Я тоже о нём говорила. Я показывала вам эту куртку и ещё одну куртку, которые были в этом магазине. И стоила она там вообще 2,5 тысячи, по-моему. Вторую куртку я покажу ещё одну, которая тоже вам очень нравится и которую тоже я запускала. Очень крута. Если я найду на них ссылки, я обязательно вам покажу. Мне нравится тем, что она такая весёлая какая-то, стильная. Причём, при том, что здесь написано Louis Vuitton огромными буквами, я это не люблю. Не, если бы это был оригинал, то, конечно же, пусть Louis Vuitton будет написано на лбу. Но это не оригинал, поэтому я стараюсь не покупать такие вещи. Но, честно говоря, когда я её покупала и когда я её мерила, я вообще не обратила на эту надпись, что здесь написано Louis Vuitton. Я не обратила на неё внимания. Я просто думала, какая-то нашивка, какая-то надпись, честно говоря, даже не читала. Что-то там по-английски написано. А потом, когда мне кто-то сказал, что это у тебя за куртка Louis Vuitton, я такая думаю, с чего вы взяли, что это Louis Vuitton? Я начала смотреть на надписи, действительно, это написано здесь. И я к ней стала немножко по-другому относиться. Но она всё равно удобная. Всё равно я её люблю. Если куда-то надо выбежать и не испачкаться, и в какую-то грязную погоду, то, конечно же, я её вот так вот накидываю и бегу. Мне нравится, что здесь капюшончик. Капюшон не отстёгивается, но здесь капюшончик меховой. Он придает тоже какой-то более стильный. Мне нравится этот цвет. Я своему малому купила тоже костюм. Как она называется? Милитарий, да? И мне кажется, мы по стилю очень друг к другу подходим. Я люблю, чтобы мы одевались в одинаковых цветах. Короче, куртка классная. Жопа закрывает. Реально тёплая. Я её проносила долго. И не могу, честно говоря, с ней расстаться. Даже несмотря на все эти косяки. А следующая куртка, которую вы тоже видели. И я её покупала как раз-таки на сайте за 2,5 тысячи на Алиэкспресс. Тоже найду ссылку, оставлю. Она очень крутая. Она супер тёплая. У неё супер прекрасный цвет. У неё офигенный капюшон. Что ещё сказать? Она реально тёплая. У неё ещё супер мега глубокие карманы. В эти карманы можно сумку реально не носить. Просто всё напихать. И она становится очень-очень тяжёлой. И она действительно очень круто смотрится. Я её покупала. У меня были тогда сиренево-фиолетовые волосы. И это было очень стильно. Ещё у меня под неё я одевала голубую шапку, которую в мармеладо. Мармеладо. Девочки, не поправляйте меня, пожалуйста. Мне очень нравится говорить мармеладо. У меня язык не поворачивается на мармаладо. Мармаладо. Что за мармаладо? Когда мармеладо. Мармеладо. Вкусненько. В общем, покупала в мармеладо. Блогер шапка голубая. И такой вот круглый шарф. Тоже голубой. И я таскала всё это. И фиолетовые волосы было очень круто. Ну и серые волосы тоже смотрятся не менее круто под эту куртку. Смотрите. Ну и последнюю курточку, которую я вам покажу, это, которую я покупала совсем недавно. Действительно, относительно недавно. Не знаю, может быть, пару месяцев ещё не прошло. Это куртку, которую я покупала в Glory Jeans. Чёрную. У меня оказалось, что вообще нет чёрных курток. Есть какая-то осенняя, короткая. Но это совершенно не то. Эта курточка прикрывает тоже попу. Чем она мне понравилась? Что она приталенная. Единственное, что мне здесь не нравится, что нет капюшона. Всё-таки с капюшоном куртки я люблю больше. Ветер, там снег, ещё что-то. Даже сверху шапки ты одела этот капюшон. И это круто. Но ещё капюшоны должны быть большие. Я люблю большие капюшоны. И они ещё хорошо бы застёгивались. Сиреневой куртке капюшон, который вообще офигенный. Она застёгивается так, что один нос будет. И здесь мне понравилось тем, что она приталенная. Она чёрная. То есть она реально смотрится вообще как пиджак такой, знаете. И у неё очень красивые вот эти застёжечки впереди. То есть раз, два, три. Стильненький. Такая змеечка. То есть реально всё приталенное, поприкрыто. И очень аккуратная курточка. Вот что бы я сказала. И я такую искала. И в Глории Джинс она стоила... Блин. Сколько же я её взяла? Я не помню. Около двух. Плюс-минус. Пятьсот рублей. По-моему, так за это. И я подумала, что это для неё вообще классно. А ещё у меня была скидка там. И вот такая вот куртка. Ну, посмотрите. В общем-то, дорогие мои, я показала вам все свои куртки. Теперь мне интересно знать ваше мнение, что же вам нравится на мне больше всего. Все ссылки, которые я найду, я, конечно, оставлю. Единственное, что... Ну, это то, что я покупала на сайтах. На Алиэкспресс или ещё где-то, да. Я не найду Глорию Джинс. Я думаю, вам не надо. Вы сами зайдёте в магазин и посмотрите. Ой, ещё хотела показать. У меня есть вот такой вот офигенный шарф. Белый. Он вязанный. И с мехом и с кроликом. Покупала я его. Блин, осталось ли здесь фирмы? Я вообще фирмы всё время отрезаю. А потому что мне не нравится, что они там виднеются. Нет, что-то я здесь... Да, Love Republic. Я покупала его. Честно говоря, не помню за сколько. 2,5-3. Где-то так, наверное, стоит этот шарфик. И я его брала специально, чтобы носить под шубу. То есть... Вот так. Вообще он настолько пушистый, настолько такой интересный, что его можно носить, мне кажется, под любую куртку практически. Ну, не под любую, не под спортивную, а, например, под чёрную мою классику. И она обыграет хорошо. Хорошо может обыграть. Вот как-то так можно носить. Вот. Ну, в общем, что-то такое. Здесь на концах свисают вот такие вот весюлечки. Они как раз-таки из кроликов. Висят. Что скажете, как вам? Ещё шапку, которую я хотела показать. Это вот такая шапка. Может быть, я сниму отдельное видео про свои шапки. Очень символичная для меня шапка. Блогер. Вот так вот. Я её носила в прошлом году. И в этом тоже буду носить. Хотя я уже купила много шапок. Вы уже знаете, да? Зима не началась. У меня уже четыре шапки. Вот. Такая темка. Да. Ну, мне продолжает всё это идти. Это я люблю. И, в принципе, думаю, подойдёт под любую мою куртку. Да. Да. Сын Адобрямский. Иди сюда. Да. Постаруйся. Скажи «Привет». Привет. Всё, мои хорошие. Надеюсь, моё видео было интересным. А главное, полезным для вас. Вы что-то нашли для себя интересненькое. Да? Поэтому сейчас я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на мой канал, кто ещё не подписан. Ставьте лайки. И увидимся в следующем видео. Пока-пока. Пока-пока, скажи. Пока-пока. Наши пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok